По телевидению российскому рассказали, там в программе у Соловьева кусочек вырезали, на этом телеграм-канале «Революция» поставили, то есть там рассказывают всякие ушлепки, что блоку НАТО обычными средствами противостоять невозможно, там в десятки раз больше всего, да, самое главное, ума больше, и поэтому можно только при помощи ядерного оружия. Они не понимают, что там точно то же самое, абсолютно то же самое, вот они думают, что если с танками такая ситуация, то почему с ядерным оружием-то не такая? Ну да, там может быть по количеству боеприпасов это одно и то, что у Путина они не взорвутся, это первое, они не долетят, это второе, ну и так далее. И вот что интересно, пишут, ну может быть это фильетон, да, но я абсолютно вот верю, что так оно и есть. То есть солдаты украинские пишут, которые в судже находятся, по классике жанра лучший способ завязать общение с представителями новой власти синим скотчем на рукаве сдать соседа. С этим суджане справляются на отлично. В первые же дни нашего пребывания с помощью местных мы знали, кто мент, кто пограничник, кто военный, кто голосовал за Путина, кто кормил солдат и поддерживал войну. Вот так выглядит 90% голосов за Путина в реальной жизни. Уверен, что в других городах РФ картина была бы примерно такой же, еще хуже. Она была бы еще хуже. Все еще, там еще это более-менее так. Парень в Санкт-Петербурге познакомился с женщиной, поехали к нему домой, а у нее слуховой аппарат. Ну, уж плохо работает, бывает такое. Он увидел у нее в ухе гаджет, гаджет увидел, решил, что она агент ВСУ. В общем, ВСУ, в общем, не ФСБ. Он начал избивать ее, ну и, короче, потом вызвал сам полицию, скорую, и в результате она умерла. Вот такие интересности бывают. Ведь с войной связаны. Просто жесть. А на выходных выходили жены и этих мобилизованных, требовали их вернуть. Ну, их всех упаковали, посадили в ЗАК, отвезли в полицейский участок, составили протоколы. И после составления протоколов отпустили. Прикольно, да? Марат Салахов из 2-го батальона 132 ОМСБР рассказал, что его заставляют работать в эвакуационной бригаде, не дав восстановиться после ранения, а он не встанет носить бронежилет и не сможет вынести раненого. А что он рассказал, что его замполит кинул на миллион, хорошо, еще не застрелил. Обычно после того, как кидают на миллион, сразу их или на штурм, или тут же кончают. И вот он заявил, что просит общественность помочь. Какую общественность? О чем вообще он говорит? Общественность. В московском метро уже зовут контрактников на войну пункты, где можно подписать контракт с Министерством обороны. Пункты открылись и на Кольцевых, и на Центральных, вот на Пушкинской, Трубной, Октябрьской, Курской, Рязанский проспект, Кузьминки, Халужская, Нижегородская. Скоро будут прямо с эскалатором. За них поприезжают на эскалаторе, а там уже открытые двери в ЗАГ, в спецавтомобили. Туда всех. И в военкомат. Или сразу вообще на фронт. И на кладбищах Брянска запретили устанавливать российские флаги, чтобы скрыть потери. То есть флаги нельзя, потому что видят одни флаги. Удивительно. Я так понимаю, что потери уже перешли за полмиллиона человек. В РЖД столкнулись с нехваткой рабочих рук. Ну правильно, они всех замели и отправили воевать. А теперь вот они нанимают мигрантов из Африки. Но у мигрантов из Африки тоже есть определенные проблемы. То есть их могут на РЖД нанять, а могут так же. Они что-то подписали и уехали на это СВО. Они тоже туда попадают. Но пока вот видите, в Москве на Казанском вокзале, в локомотивном депо Орехово такие бригады работают. Из Кении, из Кении они. Там много, в лесах Кении много паровозов, тепловозов, электровозов. Они там научили. Сейчас они будут великолепно работать. Вы понимаете, что будет на железной дороге? Сейчас жамшуты, ровшаны вот эти вот с Африки вредут. Там и партизаны будут не нужны. А так что надо усилиться. Усилиться на железной дороге. Тут осталось совсем чуть-чуть поднатужиться. Сейчас это ремонтировать. Африканцы начнут. Тогда вообще будет на золотую. И лучшим ученикам в школах путинских будут выдавать тетрадки с фотографиями героев СВО. То есть, с дохлыми орками будут выдавать герои СВО. Там погибшие. Это просто обалдеть. Блин. Тоже такой же вариант из этой серии. Съевший человеческое сердце волгоградский каннибал Дмитрий Малышев, приговоренный к 25 годам лишения свободы, вернулся из зоны проведения военной операции. Об этом сообщил глава Рахинского сельского поселения Федор Кадовба. Вот я так понимаю, они там решают. Это не шутка. Это правда. Они решают то ли школу его именем назвать, то ли доску мемориальную повесить, что в этой школе вот учился Дмитрий Малышев, который заколбасил таджика и съел его сердце. Такое просто жесть. Вы представляете, там Брейвик слезами умылся. Если бы там вот жил в путинской России, пошел бы уже давно на СВО. О, не все нормально. И уже школу бы назвали. Ох, уж он сердце едет. И вот совершенно непонятная ситуация произошла. Хочу, чтобы объяснил, может быть, кто-то знает. Як-130 вооруженных сил России вошел в воздушное пространство Украины в Житомирской области. И пропал Сарадаров. То ли его сбили, то ли он куда-то вниз ушел. Надо сказать, что это ущербный боевой самолет. Да, он может нести бомбы, даже там до трех тонн боевой нагрузки он может нести. Но так-то он достаточно слабенький. То есть, заявленные характеристики он нихрена не выдерживает. Была итальянская фирма, но она сейчас тоже есть, правда, по-другому называется. Такая Алена Айрмарти. Вот она, эта фирма, вместе с Яковлевым КБ, ну, на самом деле, вместо него, да, занимался разработкой самолет, который назывался М-346. Ну, в результате они этот самолет разработали, М-346, да, и что-то поругались с КБ Яковлевым, разошлись. Там вот оказался Як-130, а у, значит, вот этой Айрмарти, у них М-346, вот этот самолет оказался. Причем рассчитали они только планер. И у тех, и у других планер абсолютно одинаковые. Авионик абсолютно разный, и двигатели разные, и поэтому М-346 гораздо лучше. У него двигатель хороший, чем Як-130, да. Вот, и, в общем, это все странное. Такая история, вот их нашлепали нормальное количество, то есть, Путин за них деньги платил. Ну, учебно-боевой такой весьма странный самолет, да, и в боевых действиях, насколько я понимаю, он не принимал еще участия, вот первая информация об этом, и такой сразу вот, как бы, скачок. В Житомирскую область, что-то не на Киеве, блядь. Интересно, то ли его угнали, я бы хотел знать, и пилот сел там где-то, то ли, ну, прорываться в Житомирской области через ПВО навряд ли бы он стал, это смерть подобна. Ну, может быть, как, кто-то, кому-то поставлена была такая задача, и он исчез с радаров. Так что хочется больше информации. И вот какой-то выступил ветеран СВО, к Путину обратился, по какому праву азербайджанская диаспора уклонилась от мобилизации. Так же армянская, грузинская, киргизская. Кто им дал бронь? Обхохочешь, такой смешной, а? А почему он еще не спросит, а кто там из детей, сановников путинских, там, депутатов и так далее, кто из них служит, кто воюет? Он бы очень сильно удивился, потому что никто. Кому это нужно? Они же понимают, что это такое. Это что, защита Родины, что ли? И неофеодализм у Путина, как и все, кривое. То есть, феодальное общество каким образом существовало? То есть, был монарх, а дворяне служили. Главное условие было того, что они дворяне, того, что они имеют наделы в виде феодов, какие-то бенефиции и прочее. Это их служба. Они должны были содержать какое-то воинское подразделение или соединение и прочее. А у Путина даже его феодалы просто воруют и все, больше ничего не делают. Песков, младший тип, воевал. Конечно, но я думаю, что это специально. Нарисовали в одну... Но это только один случай, исключение из правил. Здесь нарисовали только. Как я помню, был один там богатый человек в Саратове. И своего сына он решил отправить в армию. Ну, формально, чтобы у него там военный билет был. И вот он пришел присягу принимать в гражданке просто. Пришел в часть гражданки, расписался, что он принял присягу. И на джипе его увезли. И все, больше он никогда там не был. Кстати, в Энгельсе, в воинской части, в дивизии дальней авиации, там он служил. Мне сейчас рассказывали, что при оккупации Смоленка в 43-х годах, когда то же самое местные подходили к ним, создавали членов партии ВКФБ. Конечно, а как-то так, так и был. Очень часто. Помнишь, как этот анекдот по этому поводу хороший есть, когда немцы вывесили плакат, значит, что 200 тысяч рейхсмарок тому, кто сдаст партизан, там их место дислокации, там и корову. И чувак пришел такой, говорит, вот партизаны там-то, там-то. Говорит, ну, говорит, давайте. Рейхсмарк и корову. Ну, ему наломали пиздюлей, пинка дали, выкинули. Он идет, чешется. И говорит, да, и корову не дали, денег нет. Да и с партизанами как-то неудобно получилось. С партизанами неудобно получилось. Добрый вечер. Вы должны это прочитать, чтобы все посмеяли. Человека забрали на ИСВО, а он тут через месяц потихо убежал. Ему продолжают платить деньги. Он просто в шоке гуляет. Вот вы, я не знаю, про кого говорите. Я на связи с таким человеком нахожусь. Он вышел на меня с просьбой его эвакуировать. Он убежал. Я говорю, а что ты особо дергаешься? Ну, я ему посоветовал, как пойти получить документы. Он получил документы. Ему платят деньги. Он гуляет, никуда не ходит. В розыск его никто не объявлял. Мы пробивали через военный следственный комитет. Они про него даже не знают вообще. Так что и таких миллион. Ну, не миллион, но таких много. Если потихо оттуда валят, начальство очень часто вообще не сообщает. Потому что для них это большой минус. Особенно те, кто числят с пропавшими без вести. Пошел туда вперед. На самом деле не вперед, а назад. Кто там знает, вперед или назад. Ты пошел. И все. И свалил. Только самый главный отход себе подготовить. Нормально. То есть, чтобы кто-то помог. Чтобы помог выехать. И так далее. Денег можно дать, да? Тем, кто вывезет. И все. Вопросов нет. И ушел. Ну, у нас есть случай один. Когда было возбуждено уголовное дело за дезертирство. Дело висело год. Год. Потом человек пришел в Следственный комитет. Ему отдали его документ. Включая там военные. И все. И больше. И он уходит. К нему никаких претензий нет. Никаких. Там дело лежит. Все. Они не знают, что делать. Дело в том, что делать.